И раздражает всё. Та-да-да-дам! Что сегодня мы готовим? Или пытаются мне угрожать? И вот здесь ещё энзимный микропилинг. Очень классненький. Давай, аккуратненько отрежь ещё. Ой, смотрите, какое я красивое нашла помещение. Ну, счёт. Добренький. Ой, какая собачка маленькая. У нас такие милые собачки тут гуляют. Ой, отвела Денечку в садик. Пятница сегодня уже. Крайний день в садик. Я что-то в этой неделе вообще поперепутала всё. И мне в среду всё время казалось, что это четверг. В четверг мне всё время казалось, что это пятница. Ну, точнее, накануне, что будет. И вот, наконец-таки, это пятница уже всё. Конец недели, в конце концов, да? Ждём Кристину. Пока что она не писала, не звонила. Хотя планировала, по-моему, там чуть ли не в 7 часов утра ко мне приехать. Не знаю. Ну, у меня есть чем заниматься. Не буду ей звонить, её тревожит. Может, она спит. У меня есть чем заниматься. Мне надо подтянуть пару хвостиков, пару тестов. Ну, на эту неделю закончить всё. Лекции нашла новые, которые смотреть. В общем, много всего интересного. Уже завтра вечером, возможно, поедем в деревню. Надо ещё брату позвонить, уточнить, как там мне планировать. Планировать мылиться в деревню. Надеюсь, что да. Я готова. Выходные освободила. Или о том, как, видите, не видимо, слышать неслышимое, невысказанное вслух. О том, как научиться видеть и слышать шире и больше, чем то, что клиент нам рассказывает. Крошки мои, смотрите, очередной заказик Фаберлик. В общем, обожаю вот эту линейку Гринли. Заказала капсулы для посудомочной машины. Очень они мне нравятся. Десять в одном. Всё, вылезают уже чистенькие и без разводов, без всего. Они вот в такой, смотрите, ой, в такой вот оболочке. И не нужно ничего распаковывать, мне это нравится. Также я пользуюсь средствами для стирки и очищения туалета, кондиционер. В общем, всё вот Гринли мне очень нравится. Очень нравится. И аромат, плюс это эко-продукт, поэтому очень мне нравится. Вот. Ещё в этот раз решила попробовать взять и крем, и вот здесь ещё энзимный микропилинг. Очень классненький, очень мне нравится. Так что вот, кто любит, взяла себе, чтобы ухаживать за лицом дома. И ещё крем вот такой вот дневной. Нравится мне в удобной упаковочке. Тоже, видите, такой вот Грин Карма Фима. В общем, всё такое зелёненькое, всё такое эко у меня здесь. Также я ещё взяла вот такую вот кофточку. Я это всё сняла ещё отдельную распаковочку. Ещё очень классные новиночки там появились. И отдельная распаковочка на моём втором канале. Ссылочку я оставлю под видео. Подробненько можете туда заходить и смотреть. В общем, порадовала себя новинками. Это Фаберлик. Всем привет, мои хорошие. Не знаю, сегодня здоровалась. Не, ещё не здоровалась. Сегодня пятница. Сейчас иду за Денькой раньше в садик. Сейчас 5 часов. Чуть-чуть с ним погуляем. У нас в супервизии перенеслись с суббот в 11 часов. Теперь по пятницам в 18 часов. Соответственно, мне нужно его пораньше забрать, чтобы успеть с ним погулять. И уже к 6 прийти. Тем более с очень крутым супервизором. У нас по пятницам, субботам, да, идут с супервизией. С супервизором, с супервизией. Я очень обожаю вообще просто Наталью. Она клинический психолог и гештальтерапевт, о котором я вам говорила, что я прям тоже люблю её очень, потому что она очень крутая. Вот. Собираюсь к ней, кстати, пойти на один курс. Надеюсь, всё получится. Вот. И что хотела сказать? А, хотела сказать сейчас о идее, которая пришла мне в голову. Возьму всего лишь 5 человек. Объясняю, в чём дело. Есть предложения для девочек, у которых... Которые активно ведут свой блог, да, да, которые активно ведут свой блог, и у которых аудитория в Инстаграм или в Ютубе, в общем, индивидуальные предложения будут, у кого аудитория больше 5000 подписчиков. То есть, если вы блогер или просто личный блог, да, человека, который о себе говорит, наработал себе уже довольно большую аудиторию от 5000 подписчиков, да, и активно ведёте. То есть, не так, что вы когда-то набрали, и сейчас не ведёте, никто уже не смотрит и забыл про вас. То есть, мне нужны активные люди. Вот. И если кто-то хочет попасть ко мне на сессию, предложения индивидуальные, вот. То есть, мы можем организовать такое сотрудничество с вами. В общем, кому интересно, кто давно хочет попасть ко мне на сессию, да, или даже продолжительную сессию, поработать над своими какими-то страхами, достижения целей, в общем, всё что угодно. На самом деле, я сейчас выбрала себе нишу такую более узкую, да, и помогаю проявляться людям, начинающим экспертам, да, именно в Инстаграме, в Ютубе, где они хотят, да, и создавать им пошаговый план. Но коучу также можно обращаться на самом деле с абсолютно любыми запросами. И вот даже у нас был прямой эфир с Энессой, она психолог, тоже с Института Сарги, коллега моя, мы с ней вместе состоим в профессиональном сообществе психологов. Вот. И там познакомились с ней, провели вместе прямой эфир. И вот, знаете, девочки обращаются, например, с какой-то проблемой, да, а мы вот с точки зрения психологии, она рассказывает, как бы она вела клиента, и с чем бы она работала. А я с точки зрения коучинга рассказываю, как бы я работала с этим клиентом. На самом деле, и то, и то имеет место быть. Такие разные подходы. Психологии больше из настоящего в прошлое, да, а коучинг – это больше из настоящего в будущее. Вот. Поэтому, в принципе, любой запрос, любую проблему можно проработать. И если кто-то давно хотел, и у вас при этом есть аудитория, с которой вы потом можете поделиться результатами своими, это будет очень круто. Почему это будет круто? Это есть уникальная возможность для вас поработать со мной, да. Если у вас нет опыта вообще работать с коучем, вы поймете этот опыт, поймете, как это работает. Сможете своими результатами поделиться со своей аудиторией, тем самым все больше и больше людей вовлечь в то, что такое вообще коучинг, да, как он работает, как он может влиять, что он может менять, на что он может влиять в жизни, как он может поменять жизнь, да. И не знаю, мне кажется, это какая-то возможность все-таки для людей вообще в целом понимать. Потому что вот из моей аудитории, да, и с кем я там сталкиваюсь, часто даже не знают, что это такое, с чем обращаться. И даже на первую сессию установочную ко мне приходят девочки и говорят, «Вселен, вот мы тебя смотрим, мы тебе доверяем, так интересно, совершенно не понимаем, что это такое, да, то есть коучинг, но очень интересно, то есть мы придем, да, на установочную сессию, чтобы вот больше хотя бы включиться в это». И мне кажется, чем больше людей, которые соприкасаются с этим, да, и у них есть возможность с этим поработать, еще если у них есть аудитория, то это можно нести в массы. Я вообще считаю, что это очень круто, нести это в массы, психология, что это такое, как она работает, потому что многие думают, «Ой, к психологу, я же не дурак, у меня все нормально, все хорошо там, да». А на самом деле это огромный рост, внутренний рост, личностный рост. Короче, мы вместе с вами можем вносить это все в массы. Но если вы не знаете, как это работает, и не пробовали ни разу на себе, и хотите, то вот пишите мне тогда на почту или в Инстаграм, в Директ, или ВКонтакте, у кого большая аудитория, мы смогли бы с вами сотрудничать. А предложения будут все индивидуальные, я уверена, вам понравится, потому что для меня главная цель – это делать людей счастливыми, помогать им расти и идти к их цели. Вместе мы сила. Короче, пишите, будем сотрудничать. Это круто, это будет крутой опыт. А, да, еще хотела сказать, что, конечно, я не могу взять очень много человек, поэтому место ограниченное я планирую взять всего пять человек в сотрудничество, чтобы мы довели все до результата хорошего такого. И потом только я буду набирать людей через какое-то время. Потом, если это будет актуально, нужно, интересно, если я увижу в этом классный результат. Это такая вот моя идея, гипотеза появилась, что можно так сделать. И для меня как бы не жалко, для меня не столько вопрос денег во всем, сколько, вот я вам идею свою, да, цель, просто как можно больше людей в курс дела вводить. Вот, поэтому я готова к сотрудничеству. Вот такие дела. Все, все же, Денька. Короче, пишите, пишите. Денька забрала. Денька, травки не надо, зай. Забрала Денька, едем на трек. Кстати, сейчас уже, наверное, вы посмотрели видео про идеальную маму. И вот я даже замечаю сейчас, хотела поделиться, как я забираю Денни с сада и вообще вот с ним время провожу. Раньше, допустим, у меня было столько дел, столько всяких там проблем в голове, что даже я, когда приходила в сад за ним, я прям уже приходила с какими-то, с кучей идей в голове. Там, мне надо то сделать, это сделать, третье, и нет времени гулять. Надо срочно быстрее домой, что-то поделать, доделать. Короче, ну такая голова забитая, соответственно, и энергия вся очень не в то русло. Вместо того, чтобы все для ребенка, ты приходишь, обнимаешь, спрашиваешь, как у него настроение, что он чувствует, что он ел там и так далее, да. Ну, как бы даже она спрашивалась раньше, но не так, блин. Не так, как это я сейчас, допустим, делаю. Просто потому, что энергия самая направлена на ребенка. Вместо того, чтобы свои идеи там какие-то бежать за кровать. Даже если это час, да, вот сейчас мы можем час погулять, в 6 часов начнется там сессия. Даже этот час вот стараюсь проводить полностью с ним. Какая-то вот прям совсем другая энергия, короче. Пойдем, Солнышко. Хотя, вот видите, полторы минуты потратила на то, чтобы вам видео снять. Кстати, еще хотела поделиться тем, что на самом деле даже в деревне, вот в станицу, я еду и готова реально внутренне и морально, и подготовила все вокруг, именно потому, что, ну, прям поменялась причина даже того, чтобы ехать в станицу. Раньше у меня все время было дела-дела, и мне некогда, потому что все надо завершить, как и куда. А сейчас стало более правильно распределять свое время. Ценности поменялись немножечко, да? И то, что я провожу время, допустим, много с ребенком, что я гуляю с ним каждый раз после садика, это теперь норма для нас. Вот, это все вот прям для него, да? Потому что важно мне, важно, ценность поменялась, не работу в приоритет ты ставишь, да? А ставишь в приоритет ребенка своего, ну, к примеру, да? На самом деле и то, и то важно, потому что, ну, важно себя ставить в приоритет, в первую очередь, для того, чтобы была возможность из чего давать ребенку, да? Потому что если будешь на себя забивать, то очень сложно давать из такого состояния. В общем, должен быть баланс во всем. Надо себя чувствовать, стараться прислушиваться к себе. Ну и, короче, созрела я к тому, чтобы ехать в станицу, хотя нас туда зовут уже давно, и давно были попытки поехать туда. Но теперь вот я только готова, только созрела к тому, чтобы отправиться на два дня. И вот в этом влоге как раз-таки, наверное, мы будем в дороге, вечером приедем, и уже следующий влог я потом начну с того, как мы проснулись в новом месте и как мы проводим время там. Так что вот такие интересные влоги ждут вас еще впереди. Че, куда тачки деть? Надо было у тебя попить. Ну что, у нас ранение на руке, как видите, небольшое. У нас каждый день почти ранения какие-то небольшие. Мы потом сваливаем с трека. Не всегда, конечно, но здесь вот на руке неудобно ему держать теперь самокат, поэтому мы пошли. Сегодня впервые он взял мороженое, фруктовый лед. До этого у нас был пломбир какой-нибудь фруктовый. В общем, фруктовый лед. Первый раз есть. Ну как, тебе нравится? Да. Собираемся на супервизию. Вот наше сообщество профессиональных психологов. Кирка, показываю, видишь, что так круто. Инна, вот она, смотрите, с которой прямой эфир проводили мы. Вот она, в поезде где-то едет или в автобусе, непонятно. В общем, начинается супервизия. Что сегодня мы готовим? Мама смотрела влог и увидела, у нее написано кабачковая икра. Ты что-то зашла в магазин сегодня, увидела кабачки синенькие, помидорчик здесь у меня. Короче, два кабачка, один синенький, один большой помидор, а половина лучка. Пока что так. Здесь у меня укропчик и добавлю вот такую вот, вместо томата, вот такая вот сальса, низкокалорийный соус. Все, с хлебушком сегодня будет у нас овощной такой. Овощной будет ужин. Так, все, приготовила, уже поела. Очень вкусно. Деньки, гречку приготовила с мясом. Мешает, солнышко. Быстренько сделала доставку с пятерочки, мое любимое молоко. Вот после этого икры очень хочется пить. И мне прям захотелось молока. Молока никакого нет. Сделала доставку с ленты, а с ленты только утром привезут. Пришлось вот быстро заказать молоко. Хлеб еще вот такой. Хлеб закончился тоже. А я икру без хлеба не могу есть. И что-то еще заказала. А, огурцы забыла еще в ленте заказать. Все, пью, наслаждаюсь. Доброе утро, мои хорошие. У меня нехорошие новости. Вы мои хорошие новости. У меня нехорошие. Короче, написала брату. Он говорит, что мы сегодня должны бы вечером выезжать. Но завтра приезжает к нему электрика. Они начинают заниматься ремонтом. В общем, я так поняла, что это, знаете, когда ты не хочешь, очень много вариантов вокруг. Езжай, мы едем, поехали. А теперь, когда я реально хочу поехать и отдохнуть, то все время какие-то препятствия на пути. То, значит, мне надо выходные чем-то доделать, закончить. Вот теперь у брата то Натали работает, мы не можем поехать, то теперь вот ремонт, мы не можем поехать. Я не знаю, теперь, когда этот день настанет, что мы поедем в деревню. На самом деле погодка такая чуть прохладноватая сегодня. Хотя утро, суббота, мы проснулись вообще в полдевятого. Уже час, я уже прибралась на кухню, немного созвонилась. Короче говоря, все, у меня на планы вообще ничего не настроено, представляете? Надо заново строить планы на выходные. У нас еще и супервизия перенеслась. С выходных на пятницу она вчера была. И все. И получается, суббота, воскресенье просто чистый лист. Вот. О, кстати, а мне Ленусик Хэппи звонила, она хотела в воскресенье приехать. Сейчас буду думать, чем заниматься. Кофе сейчас налью себе и буду медленно думать, чем заниматься. Ну что, мои хорошие, я, смотрите, помыла голову. Цвет стал более светлым и более теплее, мне кажется, становится. Вот. Но мне нравится. Я, наверное, буду вот так вот и краситься, продолжать. Вот. Не знаю, что там у меня сейчас. Вот видно, да? Здесь уже присветит потемнее. В общем, вот такой цвет становится. Красивый. Вот. Все, сидим дома, отдыхаем. Вообще, не знаю, как бы... Окошко открою. Не знаю даже, чем заняться. Вроде бы сейчас все идет ровненько, нормальненько. Сейчас нашла там еще один курс. Выбираю, в общем, где я буду проходить по нейрографике. Варианты. Вроде бы нашла более удобный для меня. Вот. Я думаю, сейчас, наверное, его возьму. Сейчас соберусь с мыслями. Вот. И еще у нас мероприятие планируется. Хочу поучаствовать в нем оффлайн в Ростове-на-Дону. Хочу в нем поучаствовать, но нужно все подготовить, успеть, потому что я подключилась вообще самая последняя и остается буквально полторы недели до мероприятия и нужно и зал найти и программу доделать, подготовить. И еще там моменты есть всякие разные, которые нужно сделать. И я такая думаю, в этом месяце взяться за это или уже в августе. А тема денежная будет. Короче, очень хочется. Сейчас вот тоже мысли об этом. Пойду, посмотрю помещение. Фух, вышли из дома. Вот, кстати, при свете дня повыше, другой цвет волос. Наблюдайте. Мне нравится. Чуть-чуть приоделись. На улице дождь. Решили с Денькой выйти. Главным образом за посылкой надо мне зайти. Я надеюсь, они еще работают. И в белорусский магазин надо зайти. Сосиси купить. Вкусненьких их. Их вкусные сосисочки надо взять. Вот. Ну и не знаю даже куда. Нам под таким дождем на улице не погуляешь. Что будем делать, День? Гулять. А где? На улице дождь, смотри. Нет, домой нельзя. Нельзя прям? Нет. А что делать будем? Мам, может, поехать? Да. Вышли из Дени на улицу. Я не увидела, он взял с собой телефон. Я телефончик. Теперь сидит, играет. Я говорю, ну нормально. То есть ты хотел не на самокате покататься, а на свежем воздухе в телефон поиграть. Говорит, сейчас доиграю. Ну ладно, доиграю, пойдем. Теперь взяла какао. Сейчас чувствую во второй половине дня. Чуть расстраиваюсь и внимательно слежу, что способствует тому, что я немного расстраиваюсь, что у меня такие какие-то эмоциональные качели. Во-первых, у меня сегодня с утра болят зубы. Верхняя часть зубов. Сначала с одной стороны болела, я такая думаю, что за фигня, вроде все целое, все нормальное. Потом с другой стороны побаливает. Ну такая, знаете, тупая, ноющая немножко боль с периодичностью. И я делаю вывод, что это скорее всего голова болит. У меня бывает, что голова болит, но она болит вот так неявно, что я даже иногда и не пойму, болит эта голова или что другое болит. Потому что я головной болью вообще не страдаю. Но я понимаю, что, наверное, это головная боль, и она отдает мне вот зубы вот так вот периодически. Но терпимо. Если будет усиливаться, то я, конечно, выпью лекарства, говорят, головную боль нельзя терпеть. Вот. Далее я понимаю, что я расстроилась из-за того, что были планы у меня другие на выходные совершенно. Я ничего не напланировала себе особо. Хотя сегодня я посмотрела уже прямые эфиры, которые давно хотела посмотреть. сегодня сделала четыре обложки. Заранее опубликовала видео на YouTube. Сегодня два видео опубликовала. Начала уже потихоньку опубликовывать тематические видео здесь. Как, например, вы видели, да, кармические отношения. Возможно, про идеальную маму уже видели. Вот. Уже думаю, что новенького снять. Ещё, конечно же, некоторые комментарии. Люди, которые продолжают мне писать, что им не нравится, что на моём канале что-то меняется. и я всячески вижу, какие мне бросаются общения, комментарии, да, и что эти комментарии вызывают у меня. Соответственно, я понимаю, эти люди хотят вызвать у меня те или иные чувства. Ну да, они вызываются, но я сразу понимаю, что это не моя. Не моя ответственность за чужие эмоции. То, что людям не нравится, что происходит на моём канале, это не моя ответственность. Их эмоции не моя ответственность. Я не должна делать на канале то, что нравится всем. Да, то есть это нравится людям определённым, те, которые вот так со мной на одной волне, что за волочная блестка тут у меня. Вот. Кто-то пытается чувство вины вызвать, говоря, что у меня было раньше одно, теперь другое, и типа я и виновата, короче. Они вот подписывались и не ждали, что тут перемены будут. то есть чувство вины. И пытаются вызвать манипуляции какие-то, типа сейчас отпишусь или пытаются мне угрожать, что как у меня вообще будет. И пытаются вообще по-всякому манипулировать, короче. И, конечно же, все эти моменты я чувствую на себе, поэтому я и понимаю, что люди хотят этими комментариями сделать. Вот. И когда это вот все в раз, опять же, накладывается, я вот лишний раз, вот сейчас иду, и такая мысль у меня, к чему я это все, да? Иду и думаю, я вообще себя считаю человеком довольно таким, знаете, который не зависит от мнения других. Очень хорошо себя чувствую, точно знаю, что я хочу, куда я иду, я в себя верю, что все будет хорошо, да? И вот, ну, многие смотрят меня и думают, вот Селена, молодец там, да, она вот так вот здесь реагирует, здесь так реагирует, вот молодец, вот как вот нам бы так. Да? И я себя тоже довольно чувствую, ну, когда смотрю, у кого-то там не получается, кто-то быстро опускает руки, кто-то не идет в новое, потому что вообще не верит в себя там, да? И как бы стоит на месте таким образом, и как бы не добивается того, чего хочет. И я думаю, ну да, я довольно сильный человек, довольно такая, как бы, уверенная в себе, можно сказать, и так далее, и так далее. И я, тем не менее, испытываю все эти качели, и тем не менее, на меня так или иначе влияют вот подобные вещи. Я думаю, блин, а как людям другим тогда, если мне довольно-таки неприятно все это дело, да, и довольно-таки сложно через эти тернии к звездам. Смотри, супер, да, потише сделай только. Я тишу. И мне довольно-таки трудно через тернии к звездам к этим идти, а что говорить о людях, которые вообще считают себя неуверенными в себе. Как же им начинать? Как же им без поддержки и с критикой близких и родных вообще? Я понимаю, вот одна радость испытывать все это, знаете, в чем? В том, что я понимаю, что это для меня опыт. И с таким опытом я лучше и эффективнее смогу помогать тем, кто будет приходить ко мне с запросом о неуверенности в себе. Где я могу сказать, я тоже, я тоже. Просто, возможно, сейчас на другом этапе. Но всегда идешь, когда в новое, когда что-то тебя ждет новое, чего ты еще не умеешь, всегда есть некая неуверенность в себе. Всегда тебе нужно проходить на всех этапах одни и те же эмоции ты испытываешь. И проходишь все вот одно и то же. Вот. И чтобы набраться этого навыка, набраться этого опыта, нужно просто делать. Просто проходить и очень круто иметь людей, которые будут тебе помогать на пути. И я безумно рада, что у меня есть психологи, что у меня есть комьюнити психологов. Я вчера хотела им признаваться в любви, потому что я понимаю, как важно, что они есть в моей жизни. Блин, и я никуда от них не уйду. Потому что это такая крутая поддержка. И очень сложно, когда у тебя нет поддержки. Это очень сложно. Я даже не представляю. Я не видела людей, которые без поддержки двигаются. Это реально очень сложно. Я даже не представляю, честно говоря, возможно ли это. Вот я считаю себя уверенным человеком, но я не представляю, как вообще без поддержки. Я ее себе нахожу в лице профессиональных психологов в комьюнити, которыми я состою. Потому что каждый раз мы пишем туда, что нас беспокоит, или кейсы какие-то, или вопросы какие-то, и девочки подсказывают. Это сообщество, где мы встречаемся два раза в неделю. Мы общаемся, делимся эмоциями, поддерживаем друг друга. Это очень важно. К психологу, когда ты к своему идешь и выкладываешь ему все, и он тебе все по полочкам разделяет, дает тебе какую-то мотивацию, да, ну, в общем, ясность и понятность, новый опыт, новые навыки. Коуч, который тоже помогает увидеть тебе, что, блин, не так все страшно, посмотри, да, и тоже все по полочкам раскладывает. Я не представляю. Если бы этого не было, боюсь, что, а даже не боюсь, я уверена, что если бы, когда я училась на коуча, если бы со мной не работали коучи и психологи, я бы не дошла даже до того результата, который я сейчас имею. Я просто получила бы диплом коуча, что я коуч, и все, ничего бы не было. Поэтому мне так нравится, как учеба в Сарге построена. Они это понимают, что это важно, и они дают вместе с тем поддержку профессионалу. и не просто отпускают тебя с дипломом. Помимо новой профессии, они дают тебе еще поддержку. Это трындец, как важно. Вот. Честно говоря, у них настроение прям поднимается. Сразу эмоциальные качели куда-то вверх поднимаются. У меня стопудово голова болит. Денька сейчас вот так вот треснул по лавочке, у меня же в голову отдалось. Нет. Сотрясение. В общем, такие дела. Пью какао, потому что я слышала, что какао помогает от головной боли. Думаю, выпью какао. Ну, что-то оно там делает внутри. Давай. Раз. Два. Три. Это другие мышцы качают. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Аккуратно тут. Ну так, нужно бегать еще. Можете сказать, а как же положительные комментарии, что тоже нельзя говорить? Отвечаю, положительные комментарии относительно внешнего вида писать можно. это называется комплимент и соответствует этикету. Негативные комментарии это хамство и оскорбление. А как же конструктивная критика? А конструктивная критика это когда человек вас о ней спросил. Например, я могу вам спросить. Смотри, я что пришла. Мравится ли вам, что сегодня я в открытом тоже? Но я этого делать не буду. Ох, девочки, состояние у меня сегодня. Первый день моих дней. Короче говоря, и просто с утреца у меня непонятное раздражение. Вот просто без причины. А точнее раздражает всё. Телефончик. Всё, на что бы я не обращала внимания раньше, меня раздражает. Я знаю, что ты его взял с собой, День. Телефончик. Всё, просто, блин. Я иногда подхожу, там, вот сегодня собирались, подхожу к сушилке, ищу Деньки шорты, плачу. Просто, ну не плачу, а вот прям вот, вот откуда-то изнутри, вот как будто хочется заплакать. И я понимаю, что это без причины, прикиньте вообще. Я чётко осознаю, что это гормоны. У них вот своеобразная сила, которая действует на... Вот. Я пытаюсь, короче, всячески, я уже лежу, ничего не делаю. Лежу, раздражает меня. Чё-то начинаю делать, раздражает меня. Кушаю, раздражает. Мысли, раздражают. Любые вообще. Короче, я думаю, блин, этот первый день. И я такая ещё думаю, ещё не знала, что дни. И знаю, что они должны были скоро пойти. Как бы думаю, привет. А то я такая думаю, прям, ну, дикое раздражение, прям пик как будто, знаете, вот это вот. И через там полчаса узнаю, что они самые... Не всегда, кстати, так бывает. Иногда реально я, ну, не замечаю, а может быть, от того, что я там очень занята и что-то надо делать, ну, я просто не замечаю. В целом такая какая-то, знаете, ну, эмоциональная там, да. Духота на улице страшная, вообще, просто вот стоит воздух и всё, не ветерочка, ничего. Страшная духота. Короче, сейчас мы решили пойти с Денькой, я думаю, в кафе сходить, пиццу заказать, с сыром. пиццу с сыром заказать, думаю, Денечка. Как ты смотришь на пиццу с сыром, Денька? Будешь? Да! Вот, ну, и там же детская площадка, мне кажется, в помещении сейчас будет по комфорту. Я взяла себе какао, а Денька захотела маршмеллоу. Я так и знала, что нужно. Сначала я сняла. Давай, аккуратненько, отрежь ещё. Мы с Денькой пришли в Сицилию, вот, он сейчас хочет поохладить. Так, помогай. Вот, давай. Давай сразу на сюда. Пицца. Так, это маме, а теперь тебе. вот тебе кусок большой. А мне хочешь? Давай. А ручками-то? реже. Пицца уже вытерла весь стол. Умничка. Забыл. Всё, иди кушай. Иди кушай. Молодец. Спасибо. Спасибо, мамочка. Пожалуйста. Ты этой штукой собираешься? Клади её. Это мой. Вот сюда. Это мой, молодец. Да, всё, кушай. Ручка. Доброе утречка. Вот. Вот. И я, не принято, не принято, вы нам подходите, приходите. но нет, 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 нет. Это мне очень напомнило, я вам говорила, что вот это вот государственное обучение в институте, да, когда есть люди с какими-то своими заморочками, приколами, и они вообще это не скрывают, явно это всё показывают, и ты как бы, если хочешь учиться там, тебе придётся с этим всем делом мириться, как-то это принимать. Возможно, это был бы мой рост какой-то внутренний, но я пока к нему не готова, к таким людям. Мне хочется комфортно учиться. Дальше, потом, когда буду готова, тогда таких людей буду принимать, пока нет, не готова. А может и не нужно их принимать. У меня есть выбор, слава богу, да, и есть возможность поискать ещё школу, поэтому я сказала спасибо, до свидания, вот, и не остановилась на поисках, и созвонилась недавно, и просто я прям общаюсь с девушкой, задаю ей море всяких вопросов, и вижу, как она легко, с интересом мне рассказывает обо всём этом, да, и нет у неё ни капли тревоги какой-то, или какого-то раздражения по поводу того, что я задаю много вопросов, да, что я какая-то глупая, а она какая-то умная, вообще ни капелюшки этого нет. И я думаю, какая прекрасная женщина, она мне нравится, я уже хочу к ней идти учиться, она как раз-таки вот преподаватель. В общем, очень она мне понравилась, очень она мне откликнулась, несмотря на то, что старт только в ноябре, я уже внесла предоплату, и она сказала, что если группа наберётся раньше, то мы стартанём раньше, я говорю, было бы хорошо. Вот, но это для меня знак, что есть ещё несколько месяцев, для того, чтобы я могла обучиться на что-то другое, и уже туда не тратить энергию, потому что гештальт мне очень близок, я чувствую, вокруг одни гештальтисты, и они крутые, они мне очень нравятся, я чувствую, что я хочу идти за ними. Вот, соответственно, я очень радуюсь, я очень радуюсь. Меня сейчас очень радует, когда ты находишь отклики. Вообще, когда ты ищешь отклик, и видишь этот отклик, ты радуешься, потому что это твоё, как будто для тебя какая-то ступень, какая-то дорожка, как будто дверца какая-то открылась новая. Конечно, это не может не радовать, потому что это всё рост, это всё будущее твоё, класс, и это всё с удовольствием. Это не какая-то дверь, в которую тебе надо пойти, но ты не хочешь. Это та дверь, в которую ты хочешь пойти, и понимаешь, что надо туда идти, именно потому что ты этого очень хочешь. Вот такие дела. Так что я внесла предоплату, И обучение на гештальтерапевта 3 года. Я планирую пойти на первую ступень. Это такая больше групповая терапия. Но там очень много. Мне моя психолог, к которой я ходила, помните? Она говорила, что на первой ступени она вообще очень много получила. Возможно, на первой ступени как раз-таки всё самое ценное было, что она получила. А потом уже дальше, дальше больше. Так что такая вот новость сегодняшнего дня. Поскольку когда человек завис в этой позиции жертвы, всё воспринимается очень тяжело. Человеку действительно тяжело жить. Если вы можете отразить эту объективную реальность, помочь вернуть ответственность, то он может быть легче из этой ситуации пройти. Тададум, тадум, вышла, короче, я из дома. Сейчас быстренько поеду. Мне надо справочку, блин, выписку из ЕГРН. Представляете, не могу найти в доме выписку ЕГРН. А там, короче, с банка по ипотеке, вот эта там оценка, там все дела. Короче, документы надо все сдать. Я ещё ищу. Но я давно уже, на самом деле, ищу. Уже нужна была мне эта справка из ЕГРН. Я её не могу найти. Хотя я её получала. В МФЦ это делается. Закажу справку, чтобы отправить в банк. И думаю, в Фикс Прайс зайти, подснять видео. И что-то я ещё хотела сделать. Забыла. Вроде всё. Так, всё, в МФЦ заехала, взяла справочку. В течение трёх дней, говорят, будет выписка готова. Говорю, не могу понять, почему не нашла. Она говорит, может, вы где-то в организации оставили документы. Такое может быть. Я говорю, может быть, но я не помню. Причём, кстати, на входе только зашла, когда вот любят иногда, вот это даже бюрократии, мне кажется, позаниматься вот любят. Вот привычка уже осталась. Я захожу, и на входе ресепшн. Я говорю, мне нужна выписка. Что для этого надо? Говорю, у меня только паспорт. Она такая, ой, надо ещё кадастровый номер. Я такая сразу думаю, ой, а где я его? Кадастровый номер буду искать. Она такая, ну вот у вас договор, может быть, купли-продажи. Я такая, ну да. Ну, на самом деле, мне просто нужно было вернуться домой. Блин, я приехала сюда, нужно было вернуться домой. Найти этот кадастровый номер. Как бы у меня все документы в одном месте, да. Но я такая говорила, можно как-то без кадастрового номера? Она такая, ой, ну нет, как бы это. А я вижу, думаю, ну как, блин. А если я не найду, там, может быть, договор, там, да. Если там ещё чего-нибудь. Я такая, я говорю, а что, по фамилии нельзя найти? Говорю, а если... Мне, говорю, срочно нужна эта выписка, да. А у меня сейчас, говорю, ремонт дома. Вот иногда вот такое ложь во спасение. Я говорю, у меня сейчас просто ремонт дома, говорю. И я могу, то есть, не быстро найти, да. А могу ещё и не найти. Вот говорю, я говорю, я найти не могу. Я говорю, может, там как-то можно? Она такая, ну я вас запишу, но у девочки возникнут вопросы, там все дела. Говорю, я готова. Типа, здесь больше времени потратить. В итоге она меня записывает, девчонки, и там вообще просто одна минута, одна минута. Она вводит мою фамилию, имя, отчество и адрес моих слов. И видит, что там я, понимаете? И всё, и там уже есть кадастровый номер, и делается выписка. Ну нахрена человека посылать обратно домой, если это всё можно сделать чисто по паспорту? Ой, реально я две минуты посидела у этой девочки за окошком. Даже времени никакого занимать не пришлось. Ну как так? Ну, любят вот эту бюрократию. Бюрократию, никак не отстану. Тут мне ещё и проголодалась. Похоже, надо куда-то заехать, что-нибудь съесть. И дождь на улице. Ой, смотрите, какое я красивая нашла помещение. Мне нравится. Вот здесь я бы провела мастер-класс. И вообще в дальнейшем можно здесь мастер-классы проводить. Красиво, уютно, вид, вход отличный. Вот так. Вот здесь буду рисовать. Пора в ней только её поставить надо. Короче, прикольно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...